Привет! Это Дола. Дола это мое имя в игрушке Фишдом, поэтому я так себя и обозначаю. И поскольку это все очень серьезно, я буду выкладывать это на своем канале. Часть вторая. Вайбер, стикерпаки, литература, подмена понятий. Стикерпак под названием урок литературы, вот который во втором ряду мы тут видим, я объяснила, рассказала. Перехожу к следующему стикерпаку, который называется читай классика, он тоже бесплатный. И мы видим, что у нас даже вот тут на значке, который обозначает стикерпак, мы видим Льва Толстого, который поднимает руку, пальцы буквой В Виктория Свобода. А до этого урок литературы мы видим человека, у которого наверху кудри очень напоминающие рожки. То есть у нас литература только со свободой и с чертями. Так получается. Даже вот видите наверху читай классика, мы тут видим. Более того, Толстого мы видим в образе кого? Рокера с серьгой, с татуировкой на плече. Разве можно так издеваться над образом? Вы в своем уме, товарищи художники? Смотрим дальше. Кстати, вот только что перед этим, вот обратите внимание, урок литературы. Наши классики с красными носами. Опять же идет наверху реклама этого стикерпака. Дальше. Смотрим этот стикерпак. Мы видим вначале Чехова Буду Краток и Маяковского Рябчиков Жуй. Что мы видим? Если Чехов у нас представлен в нормальном виде, то Маяковский у нас представлен с татуировкой на руке и на лице. Во что ставят, то есть вот этих людей, наших классиков, ставят в ряд с совершенно другими людьми, совершенно другой культурой. Их низводят с их, скажем, пьедесталов. С того, что нас воспитывали, вот ту культуру, вот то, как нам представляли, то, что они для нас значат. Нас низводят до чего? Чехова до уровня гулянки в баре, пьющего коктейль. А Маяковского до уровня того, кто делает себе татуировки. У нас что, все люди делают себе татуировки? Простите, у нас что, люди, которые несут слово и для многих являются светочами и важными людьми, они что, позволяют себе делать татуировки? Это что, у нас норма себе татуировку делать? Вы понимаете, что происходит? И все, что может сказать Маяковский поставить руку и сказать, а иди рябчиков жуй, если ты рябчиков не будешь жевать, потому что ты не человек, да, то есть вот Чехов, буду краток, тост поднимают, ну, типа, выпей, иди и поешь. Что, только выпить и пожрать? Ну, вроде как можно посмеяться, а что тут смешного-то? Задумайтесь, на чем вы смеетесь? Что вы низводите? И опять же, как все продумано! Как все просчитано! Смотрим дальше. Опять мы видим Гоголя. Окей, Гоголь. Опять у нас Гоголь с Сергой. Тут у нас нет красных носов, но у нас Гоголя приравнивается кому? Ну, крокерам опять получается. У него даже ногти накрашены. Опять определенная субкультура человека высокой культуры, высоких знаний, глубоких, да, который исследовал человеческую природу, низводит только до такого внешнего антуража, который говорит «Окей». А что «Окей». Опять-таки, про Льва Николаевича Толстого я уже сказала. Его представляют в виде какого-то реального аборигена с серьгой в ухе. И более того, ему еще и навесили бусы. Как мы говорили по-баске, да, бусы. С такой, с девочкой. Нашего великого монстра литературы. Монстра в плане хорошего. Величайшего человека, который, ну, не знаю, как внимателен был к людям. Вот низводит до такого. На то, что он может показать только свобода. И татуировку на плече сделать. Вы серьезно? Неужели человек, рисующий это, настолько ненавидел литературу в школе? Или учительницу литературы? Или ему настолько наплевать на наше, вот это культурное наследие? Что вот так можно издеваться? Смотрим дальше. Не будь идиотом. Достоевский. Вот, в предыдущем стикер-паке последний был персонаж Достоевского. И что мы смотрим? Ну, не будь идиотом. Ну, можно сказать, что задумайся, не будь идиотом, думай головой. Ну, непонятно, что за надпись на куртке. То ли СПБ Санкт-Петербург, то ли не все. Ну, я пока не могу идентифицировать, что там нарисовано. Не могу увеличить портинку. Ну, ладно, я поставлю. Тут можно использовать в правильном русле. Если кто-то неправильно что-то говорит, не будь идиотом, на голову показывай. Ладно. Дальше мы видим опять-таки Анну Ахматову, которая сидит за ноутбуком, как прозаично. Ну, вроде... Ну, можно использовать пока вроде... Ну, пишет что-то, да? Или, скорее всего, в виде критика, которого что-то читает или сама на собой, как прозаично. Ну, ладно. Ну, это еще как бы относительно вот эти два стикера. Ну, скажем, относительно так. Ну, можно использовать. Чего же там по большому, если говорить, там сильно страшного у них нет. Можно использовать. Ну, идем дальше. Расстояние версты мили. Тоже похоже та же самая. Ахматов может быть Марина Цветаева. Может быть. Ну, там по прическе. Сужу. Ну, расстояние версты мили. Она представлена в виде фотографа. Ну, ладно, куда не шло еще. Ну, может человек путешествовать, снимать и фотографировать. Ну, а теперь вот первый парень на деревне. Помните, я вам говорила в предыдущем стикер-паке, что хорошо бы Есенина на фоне березок или еще что-то? Ну, вот, смотрите. Рисует Есенина на фоне березок. Первый парень на деревне. Но, опять-таки, понимаете, если задуматься, первый парень на деревне о ком это говорят? говорят о парне, который является альфа-самцом, в которого все влюблены, который якобы красавчик. не обязательно, что он умный и сообразительный. Ну, вот ему прилепилось такое понятие красавчик. И, типа, поэтому, может быть, он богатый, за него выгодно замуж выйти. У него там не приданное, а, ну, как бы, приданное это у невесты, а у жениха он обеспечен, там, семья богатая или еще что-то. И вот Есенина нам представляет в виде такого первого парня на деревне. Ну, да, был красивый, симпатичный парень. Да, гулял, да, за ним многие бегали, как бегают за любым известным актером. Ну, есть поклонники, почитатели. Но это немножечко не сводит все то, что он написал. Это не сводит до такого, понимаете, какого-то такой оттенок несерьезности. Понимаете? Несерьезности. А это ведь серьезно. И это не только наш русский классик. Вообще-то он является мировым классиком. Вы об этом задумаетесь. Вот то, что важно, то, что серьезно, не сводится. А, это так, первый парень. Просто красавчик без мозгов. Но вот с накачанными мышцами, недаром же его, видите, нарисовали, как качка из спортзала. Все, что из себя представляет Есенин, это качок из спортзала. Да неужели вы серьезно? Вы хотите нам вот это втюхать? Смотрим дальше. Мы видим опять. Ну и дно. Похоже, нарисован Горький. Опять Максим Горький у нас нарисован в майке и в шляпе. Это настолько неуважительное отношение к человеку, к личности и с татуировками. И вот этот знак вниз, обозначающий, как вы помните из истории, когда говорили, это смерть гладиатору, который проиграл на арене. Но и дно. Кому обращена эта фраза? Сместили вместе в одной картинке абсолютно разные вещи, которые нельзя совмещать, которые низводят одно с другим. И человека опускают до нельзя. Делают его абсолютно безкультурным, как бы недостойным. И более того, человека, который желает смерти, палец вниз. Это дизлайк. Вот лайк и дизлайк, мы привыкли к этим знакам. Мы все ставим, и тут больше ставим лайки, чем дизлайки. Но на самом деле вниз вот этот знак, это обозначает смерть. Конкретная смерть. И это тоже нужно понимать. Да, у нас сейчас культура немножко меняется. Да, у нас знаки приобретают новое значение. Но вы понимаете, что есть некоторые знаки, которые прописаны на генном уровне. Есть некие архетипы. Вот тут обращаются к нашим архетипам, и эти архетипы подменяют. И это очень важно. Потому что перестает цениться человеческая жизнь, человеческая культура, нравственность и наши ценности, наши хорошие, родные, близкие нам ценности. К ним относится уважение, к ним относится любовь к себе, к ближнему, к ним относится сострадание, к ним относится благородство, честность, справедливость. Что с этими понятиями происходит? Почему им нам подменяют? Почему главное считается? Это сколько у тебя бабок в кошельке? А не денег, даже просто, а бабок. Что ты ценишься? Тебя общество ценит и знает, чем выше ты стоишь на каком-то посту, чем больше ты зарабатываешь. Простите, но ценности наши не в мешках золота и не в мешках денег. Резаной бумажки цветной совершенно не в них. Могилу мы с собой это не заберем. Это с нами не останется. И помнить будут не из-за того, что кто-то заработал огромные миллионы в какой-то, в той или иной валюте. Люди и помнят по им поступкам, по делам, которые они сделали для других людей, для страны, для государства. Какой вклад они внесли в науку, в культуру, в производство, в развитие какой-то той или иной отрасли. Вот что от них остается. И вот то, что хорошее остается, нас не сводит до этих картинок. Что Пушкина представляет в сообществе двух красавиц. Опять-таки Пушкин с золотой цепью, как новориша, с серьгой в ухи. Давайте кутить. Это все, что автор может сказать о Пушкине. Нашу прекрасную литературу вот похабят таким способом. Люди, пожалуйста, задумайтесь, что вы используете при общении друг с другом. Ведь не отследишь же, не заглянешь к вам в диалоги и в чаты. Не подсмотришь же краем уха. Не знаю, родители даже, кто-то, ну, единицы, может быть, могут отследить, как общаются их чада, их родные дети друг с другом. Да и сами они не всегда показывают. А эти стикеры мы друг к другу так вот бегом отсылаем туда-сюда. Вот Жек нажал, а то что слал. Даже слова не можем написать, а стикеры пошлем. И вот таким образом множатся, вот расползаются вот эти змеи, которые изнутри начинают пожирать нашу культуру. Незаметно, из-под воли. Я хочу бить во все колокола и просить, задумайтесь, пожалуйста, ребята, старшеклассники, среднеклассники, те, которые в школе сейчас это все изучают, те студенты, которые еще это помнят после школы, родители, пожалуйста, задумайтесь над тем, что происходит. Обращайте внимание на такие, казалось бы, мелочи, повседневные, а на нас начинают действовать таким образом. Нам постоянно, втихаря с одного, с другого, с третьего, десятого места, нам подменяют очень важные наши понятия. Нас хотят уничтожить нашу нравственность, нашу культуру. Если не уничтожить, то пошатать, посеять сомнения, низвести до простого бытового, какого-то такого немножко похабного, немножко бескультурного, такого с налетом флера, флирта, великие серьезные вещи, о которых надо помнить, знать, которых надо передавать своим поколениям. Это наша основа, наши корни. Не дайте их срубить, не рубите сами, уничтожайте эту гадость. Все, что вы можете максимум сделать, не скачивать эти стикер-паки и, может быть, другим объяснять, что за гадость нам тут преподносит. Да, мы будем пользоваться вайбером, это удобно, хотя вместо вайбера есть и другие. Есть ватсап, например, кто-то пользуется телеграммом. За границей удобно морякам пользоваться. совсем малюсенькая программка, но она берет зато в морях. Можно скайпом пользоваться, в конце концов. Я туда еще не лазила, последние стикеры не смотрела. Вот тут периодически себе обновляю картинки, потому что интересно смотреть, интересно искать то, что ты будешь использовать что-то хорошее, новое. Но когда вот натыкаешься на такое, вы понимаете, не то, что ругаться охот, это вот не то, что идет как бы рвотный рефлекс, это идет, вы понимаете, так жалко, так обидно, что вот нас считают, принимают за лохов таких вот. А ведь я понимаю, что младшее поколение может не обращать на это внимание, а им полностью перекраивают мировоззрение. Посмотрите, что произошло на Украине. как это все перекроили, переделали. Люди это пропустили. Я с Крыма, я с Крыма, я жила в Украине, я жила и в России, жила и, жила в Ставрополе, жила в Одессе, жила в Севастополе. Я знаю российскую культуру, я знаю украинскую культуру. Я живу в Крыму, я перешла в Россию, я знаю и там, я знаю, как было при советах. И получается, что я пропустила вот этих змей, я не обращала на них внимания, как и другие люди, другими проблемами была занята и не отследила это. А сейчас, смотри, у меня волосы дыбом становятся и шевелятся над голове, как вот это все происходит. И получается, что люди серьезные, которые занимаются делом, они не успевают вот это отследить, потому что они заняты другими делами. А вот те, которые вокруг них, вот те подпевалы, которые работают не на страну, а на дядю за бугра, потому что он не может много заплатить, им наплевать на наши моральные ценности. Да, бога ради, ведите за бугор, чего вы тут-то опасетесь тогда? Зачем похабите нашу культуру? Зачем влезаете в головы, в мысли наших детей? Кто дал вам это право? И как вы можете наступать на горло своей генетики, своей родни, если вы родились на нашей русскоязычной территории, на территории бывшего Советского Союза? Это общий менталитет. Как вы можете такое допускать? И что с нами будет зависеть только от того, как мы будем к этому относиться? Сможем ли мы отследить эти вещи? Сможем ли мы вовремя отрубить голову Гидре? И вообще разрубить ее пополам, не так, чтобы одну голову отрубили, а две выросло? Мы должны понимать, откуда дует ветер. Пожалуйста, задумайтесь над этим. Я вас очень прошу. Подумайте о своем будущем. Не надо руководствоваться фразой, после нас хоть потоп. Мы живем здесь и сейчас. Надо задуматься, что после нас останется. Что будет дальше? Мы живем на одной планете. Это один наш корабль. Куда мы с этого корабля? Подумайте дальше, глобально. Увидите дальше своего носа. От вашего выбора, от вашей единички зависит общая масса отношений. Это на самом деле так. Нельзя тут стоять мимо, нельзя проходить мимо, нельзя в стороне, нельзя наплевать, нельзя фиолетово, нельзя мне по барабану, нельзя. Я очень надеюсь, что вы меня услышите. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok